Здравствуйте! Это программа «Арман. Мечты сбываются». Сегодня у нас в гостях Алексей Никонов, культуролог, писатель, автор книги «Тенгерианство. У истоков духовности человечества». Вот эта книга, в которой он доказывает, что базовые идеи крупнейших мировых религиозных систем возникли именно от наших предков, от тенгерианства. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Так какие, собственно, идеи были переняты из тенгерианства? Ну, для ответа на этот вопрос мы должны оглянуться вглубь истории. То есть в глубочайшей древности, когда ещё города не возникли, огромные массы людей на нашем континенте, евразийском, они являлись кочевниками. И самые древние религиозные идеи, духовные идеи, они возникли уже в Палеолите, например. Это идея культа предков, например, которая прекрасно сохранилась у тюрков, у казахов, например, это руахи. Это идея неба отца, отца всего сущего, и матери земли. То есть мы знаем, что у тюрков в тенгерианстве эти два образа представлены. Тенгрии, то есть это небо, обожественное небо, но ещё и небесный дух. И это умай, то есть земля, обожественная земля и одновременно тоже материнское начало. Вот эти два начала, они являются творцами всего сущего, и они являются первопредками человека. То есть по легендам именно от этого брачного союза тенгрииума возникло человечество. И можно предположить, что все эти древние идеи, например, в геополитике наша земля называется Хартлендом, то есть сердцевиной земли, откуда периодически возникали перекочёвки, различные движения людей. Ну, это и великое переселение народов и так далее в окраинные области. И вполне вероятно, можно предположить, что какие-то идеи, духовные, религиозные идеи, могли перекочевать вот в те районы. Ну, вот что очень интересно, например, в XVIII веке в Швеции был такой очень интересный учёный, жил и творил, его звали Эммануил Свиденборг. Вот, он был, естественно, испытателем, ну и кроме всего прочего, он был ещё мистическим философом. Это было его, ну, что ли, хобби, можно так сказать, неосновная деятельность. И, в частности, он писал, что у него было, как бы, такое откровение, что вот первое духовное слово некое, потерянное, оно, его следует искать у мудрецов Тартарии, то есть, вот, у жителей нашего серединного мира. То есть, Тартария – это наша Великая Степь? Да, это Великая Степь, весь наш вот огромный регион. Ну, а, допустим, хорошо, небо, Бог, перешёл как образ, вы говорите, в другие, да, регионы, а какие там есть прямые свидетельства? И Мать-Земля, допустим, как доказывается? Ну, во-первых, есть прямые лингвистические параллели, то есть, наиболее древние – это шумерская Дингир, то есть, оно очень, это слово само по себе очень похоже на тюркской тенгри, и оно в шумерском языке переводилось как Бог. И чаще всего оно относилось к Богу Анну, то есть, к Богу Неба. То есть, вот такая вот, могло ли это быть случайностью или нет, но такая параллель есть. Китайская Тян, например, это тоже небо обожественное, да, Тин – это уже Бог Неба у этрусков, например, да, вот, Донор – это очень то же слово, которое напоминает тенгри, это немецкое, германское божество грома, да, Донорстаг – это четверг по-немецки, это вот тоже Тор – это уже скандинавский вариант Донора, и он тоже очень похож на диалектный вариант тенгри, то есть, Тур, Тура – это тоже одно из имен тенгри. И такие параллели можно дальше приводить. Например, Умай – это богиня-мать, мировое начало, да. Майя – это мать Будды, это приемная мать Кришны, это Майя – это от нее произошел месяц Майя в европейской мифологии, это тоже богиня весны, богиня молодости, женского начала Майя. Вот, Уматерасу, например, японская, тоже очень похожа на Умай. Умай – Умай Жерсу, да? Уматерасу, Умар Жерсу. Да, проводят такую параллель тоже, то есть, это два тюркских персонажа, Умай и Ерсу, то есть, обожественная земля. И Уматерасу, она является первопредком вообще японцев всех, и в частности, императорского дома, поэтому все японские императоры считают Уматерасу своей проматерью. И это является, в общем-то, опять-таки, прямой параллелью к Умай, уже тюркской, которая тоже является проматерью. Но она, понимаете, она как бы является проматерью всех тюркских родов. То есть, как мы знаем, где-то семь или девять их перечисляются. Значит, сыном Умай и Тенгрии был Ульгень и Эрлик, это вот два персонажа тоже, они очень хорошо сохранились на Алтае, например, да? И они являлись первопредками человечества всего, то есть, от них пошли роды, то есть, Найман, Кипчак и так далее, от них произошло всё человечество. То есть, тоже такая интересная параллель. Ну, какие ещё? У вас перечислено достаточно много тех идей, которые могли быть заимствованы из тенгрианства. Что ещё? Ну, например, мессианская идея, то есть, например, то, что мы встречаем в иудаизме у евреев, которые ждут прихода Мессии, например, да? Чурки точно так же ожидали прихода Мессии, и они его дождались таки, в отличие от евреев, да? И это был Чингисхан, да? Это был как бы предсказанный пророк, великий герой, который придёт и установит миропорядок. И он был не единственный. Кроме того, ещё также когда-то в древности приходил Гесер, Ирен Саин, вот все три из них, это Гесер, Чингисхан и Ирен Саин, они считались тремя сыновьями тенгри. Вот это три персонажа, они очень похожи на христианскую троицу, потому что, например, Бог Сын, он тоже Иисус Христос, он тоже является сыном Бога, как бы Бога Неба, да? То есть идея троицы тоже могла быть заимствована? Ну, вы знаете, можно предположить такое, в качестве гипотезы, например, да? Потому что, как бы стопроцентно утверждать это мы не можем, что это было напрямое заимствование. Но типологическое сходство очевидно. Что ещё в буддизме и в исламе? Какие параллели? Ну, в буддизме, например, мы знаем, что Будда, он очень напоминает Каркута, такого тюркского персонажа, да? Который очень боялся смерти, как вы помните, по легенде, да? И везде видел, что его хоронят. И он странствовал по всему миру, и потом расстелил свой плод, ковёр на реке Садарья, чтобы смерти избежать. Будда, он тоже, как бы, столкнулся. Он сперва жил в своём дворце, да? И чтобы его отвлечь по предсказанию, что он либо станет великим царём, либо станет великим святым. А его отец, он всячески хотел, чтобы он продолжил его дело, стал его наследником. И он поэтому всячески изолировал всё, что может напоминать о смерти и о старении, чтобы он не задумывался об этих вещах и только наслаждался жизнью. Но всё-таки однажды со своим другом он пересёк забор, который окружал дворец, и он оказался в мире, где увидел и мертвеца, и увидел больного человека. И он понял, что есть смерть, и что она неизбежна, есть страдания. И он начал искать пути по её преодолению. И точно так же, как Каркут растилает плод, он начинает играть на кабызе. Будда начинает медитировать. То есть это разные формы медитации, можно сказать, в какой-то степени. И оба из них получают просветление, потому что мы знаем, что Каркут в результате стал ни живым, ни мёртвым. И это, по сути, то же самое состояние и Будды. То есть он ни жив, ни мёртв. Это тоже вот такая очень интересная параллель. Возможно, тоже было какое-то явление, потому что я уже, как сказал, Майя, да, это была матерью Будды, тоже у Майи, у Майи. Потом Саки, естественно, это кочевые племена, которые пришли, опять-таки, из Хартленда, из вот этой нашей степи. Это уже и очень многие учёные склоняются к такому мнению. То есть вполне вероятно, что буддизм – это, по сути дела, немного по-иному осмысленное тенгрянство. Но единственная только разница, что всё-таки буддизм – он очень такая пессимистическая философия, что нужно уйти от мира, в то время как тенгрянство, наоборот, говорит, что нужно жить в мире и в нём. Ну, это могут быть и местные какие-то влияния. Да, вполне возможно. Индуистские, да.